Ребята, всем привет! Сегодня у нас будут эксперименты. Мне кажется, что почти для каждого будет полезно это видео, особенно для меня, потому что я на самом деле немного отсталая в том плане, что есть куча текстур на прозрачной основе, куда добавляют снег. Я знаю из них только джем, как она на ощупь, а есть еще айс, айси, что-то еще, джели. Я вообще не понимаю, в чем их разница, поэтому сегодня я попытаюсь в этом разобраться, повторить текстуру популярного слаймера Slime Obsidian. В качестве этого мы возьмем текстуру айси. Мне кажется, она у него самая крутая. Ну, и я думаю, что нам пора уже начинать, но не забудь подписаться на мой канал, если до сих пор не подписана, а также активировать колокольчик, который находится рядом. Начинаем! Посмотрите, ребят, я подготовила целую тарелку прозрачной базы. Надеюсь, что уйдет сегодня не вся в ходе наших экспериментов. Я уже умею делать, в принципе, джем-слаймы. Текстура джем-слаймов нравится. Я хочу ее как-то усовершенствовать. Сегодня с вами будем пытаться. А еще я очень давно хочу научиться делать текстуру айси. Она, знаете, в баночке выглядит, как будто это прям реально ледышку засунули. И мне так нравится этот слайм вот именно по виду. Я его вроде бы никогда не трогала. Даже если и трогала, то до конца не поняла, в чем прикол этой текстуры. И сегодня я буду вместе с вами пытаться сделать текстуру айси и доработать текстуру джем. Думаю, что начнем мы с вами с текстуры джем. Для джем я возьму вот такой кусочек. Я в него не буду играться, так как в него наберутся пузырьки. И сейчас возьму воду. Водичку я уже подготовила. Тут 150 мл, и я налила где-то половину. Сейчас я добавлю нужное количество снега, но, к сожалению, вам я это не могу показать, сколько я добавлю. Так как это, ну, мой личный рецепт. Вот с айси слаймом мы с вами будем реально вместе стараться сделать. Я вам буду показывать, какие я добавляю пропорции. Но с джем слаймом, увы, не могу показать, потому что меня смотрят не только мои подписчики, а также слаймеры, которые могут взять просто мои рецепты. И это не очень приятно. Ну, сори, как бы. Снежок я добавила. Посмотрите, какой он стал. Для джем слаймов нужно, чтобы так был снег, как будто бы он, знаете, вот, чтобы он не был белым. Смотрите, у меня был перебор немного со снегом, поэтому придется добавить еще воды. То есть джем слаймов самое главное, одно из самых главных, чтобы был снег прозрачный. Вот, смотрите, теперь снег получился идеальный, видите, он прям, ну, такой полупрозрачный. Добавляю его в слайм. Добавляю его в слайм. Обычно добавляю вот понемножечку, чтобы не переборщить. Вот, сначала вот столько. Стараюсь, чтобы не набрались пузырьки, чтобы посмотреть, какой он будет реальный. Как бы я ни старалась, но пузырьки в любом случае набрались. И получился вот он, джем слайм. В принципе, это такая обычная стандартная текстура. Когда из него будут пузырьки, он будет полупрозрачный, примерно такой же, как и снег. И эта текстура мне очень сильно нравится. Кстати, она получилась реально лучше, чем та, которая у меня обычно получалась. Также я хотела как-то поэкспериментировать. Даже не знаю, что из этого получится, но попробую сюда сейчас добавить крем для рук. Я так еще сделала, не знаю, что получится, честно говоря. Но попробуем, это же все-таки эксперименты. Ой, крем у меня оказался зеленым, но ничего страшного. Не знаю, многое добавила или мало. Конечно, крем разгущает слайм. Размечка чай, это он его, я уже чувствую. Но ведь слайм стал каким-то более белым. Ну, возможно, из-за того, что сюда пузырьки набрались. Зеленый оттенок прям слегка-слегка заметен, особенно, когда я кликаю. Это лучше уж заметно. Так, слайм стал, кстати говоря, более нежным таким. Он уже не похож особо на джем, похож на какую-то другую странную текстуру, неведомую мне. Да, вот такой у нас сегодня был эксперимент с джем-слаймом. А теперь будем делать самое интересное. Айси. Чтобы вы просто понимали, насколько же я нуб в айси-слаймах, я даже не знаю, какой должен быть снег. Полупрозрачный, белый или вообще как вода. Поэтому, наверное, точно не такой же, как в джемах, мне кажется. Короче, я попробовала сделать супер-пупер белый снег. Прям вообще он очень сухой. Мне кажется, что вот такой должен подойти, но я не уверена. Давайте сейчас буду добавлять. Айси-слаймы, должна заметить, они более мутные, чем джемы. Вот так вот это пока что выглядит. Я даже не знаю, что из этого получится, честно говоря. Надеюсь, что у нас первого раза получится, и не буду долго мучиться с этим айси-слаймом. Слайм стал, могу сказать, гораздо жестче. Смотрите, какой он. Давайте сейчас откроем, как мне кажется, идеал айси-слаймов. Это слайм обсидиан, и посмотрим, какая у него текстура. Мне кажется, надо было сделать это в самом начале еще. Вот так вот выглядит айси-слайм у слайма обсидиана. Мне кажется, я немного осылилась. Наоборот, должен был быть, наверное, мокрый снег. Даже и не знаю, что надо сказать. Давайте пока что попробуем вот это все-таки замешать, которое я уже развела. А потом попробуем сделать супер-пупер мокрый снег. Не знаю, что из этого получится. Мне кажется, может сейчас получиться клауд. Из прозрачной базы. А еще слайм обсидиан очень любит текстуру джели. Я в ней вообще не понимаю, в чем ее прикол. Она же, по-моему, такая же, как и джем. Я текстуру джели уж тем более ни разу не трогала. И хотелось бы мне заказать слайму слайм обсидиана. Но я не знаю, будет ли вам интересно посмотреть на его текстуры. Да или нет? Пиши плюсик в комментариях. Если да и нет, тогда видно. Блин, у меня теперь вся комната в этом сухом снегу. Мне кажется, у нас получается что-то другое. Что-то тоже похожее текстуры. Я так где-то как будто видела. Я определенно где-то видела такую текстуру. Поэтому буду продолжать сейчас. Потому что слайминг ушел настолько далеко. В плане текстур на прозрачной основе. Смешанные со снегом. Я, короче говоря, не знаю, что это такое. Но оно очень приятное. На ощупь это точно. Оно такое жесткое. Вы знаете, вот именно слайм, который будет очень удобно играться в одной руке. То есть он вообще никак не прилипает. И такой прям приятный, мягенький. Я не знаю, как эта текстура называется. Хотите ли вы такую в продажу? Мне кажется, что это просто бомба. Должна понравиться многим. Особенно маленьким детям, которые, например, прилипают к слаймам. Будет, мне кажется, супер. На что-то это явно похоже. Я говорю, я где-то такое видела уже. Короче, я оставлю пока что этот кусочек таким. И приступлю уже создавать реально айси текстуру, которая должна вытекаться с супер мокрым снегом. Я отломала следующий кусочек слайма. И сейчас вот возьму ту самую массу, которую мы делали для джем-слайма. И добавлю сюда еще больше воды. Смотрите, у меня получилось развести снег вот так. Вот он еще стал более прозрачным. Плюс очень сильно липнет к рукам. Это как бы не мудрено. Мне кажется, что он будет очень сильно еще разгущать слайм. Ну, короче, была не была. Добавляю в слайм. Пока что, в принципе, у нас такого ничего прям сильно провального не было вроде бы. Ой, он такой мокрый. Мне кажется, что из этого слайма может получиться слизь. В общем-то говоря, я сейчас буду замешивать этот слайм. Добавлять вот постепенно как можно больше снега. Вот еще вот такую партию добавлю. Надеюсь, что получится. Я говорю, слайм становится с каждым разом все более жиже и жиже. Ну, понятно, что снег его разгущает, но я боюсь, что он не получится вообще у нас айси. Не понимаю вообще, как эту текстуру там можно сделать. Вообще ни разу не похож на то, что нам нужно. Я добавила весь снег, который у нас тут был. Но мне кажется, эту ситуацию не исправит. У меня ничего не получается. Смотрите, просто получилась какая-то желейная штука. Решила психануть и добавила просто весь снег, который у меня тут есть с этого эксперимента. Итак, сейчас, внимание, я все эти слаймы делала не из снега Snow Wonder, так как из него вообще не получится точно. И сейчас я попробую именно Snow Wonder добавить сюда. Вот все, что у меня там осталось от того, что я делала Cloud Slime, базу. У меня осталось немного снега, я сейчас попробую его весь сюда добавить. Но это вообще не похоже на айси, мне кажется. Вообще. Снежок Snow Wonder пошел в дело. Будем надеться теперь только на него. Окей, у меня такое ощущение, что Snow Wonder точно тут не поможет, потому что он делает клауды в основном только. Хотя, видите, какие-то крупные слишком крупители. Давайте попробуем еще добавить, если что. То есть делаем еще один вариант, как сделать айси слайм. У меня еще все равно есть база. Мне кажется, или у нас что-то получается. Клауд. Давайте посмотрим, как этот слайм будет дризлить. Смотрите, у нас даже клауд уже получился, все, кроме айси. Ладно, не будем сдаваться, добавим еще Snow Wonder. Это вообще, ну не айси. Он очень круто хрустит, конечно. Добавлю еще. У меня особо все сейчас изменилось. Слайм стал только очень много снега на руках оставлять и очень мокрым. Но я добавлю еще. Наша жизнь ничему не учит. И что у нас получается? Ничего у нас не получается. Вы только представьте, сколько тут уже снега и сколько тут слайма. Слайма совсем немного, а снега... Страшно представлять. Внимание, сейчас я попыталась искупать этот слайм под струйкой воды. И мне кажется, что уже вот что-то вроде бы больше похоже на реальность. Смотрите. Такой прям, знаете, прям масса уже становится какая-то странная. Сейчас сравним. Вот так вот. Ну окей, давайте это отставим пока что на разработку. Вот действительно вот это вот как снежок выглядит. Приятная такая текстура. Давайте сейчас я попробую кое-что еще. Ко мне пришла идея, что можно взять и сильно развести именно сноу-вандер. То есть много воды добавить. Сейчас попробуем и такой вариант. Это, кстати, последний уже кусочек основы. Надеюсь, что сработает. Для этого я уже разведенный снег сноу-вандер отсыплю вот в мисочку. Даже чуть поменьше. Возьмем пока что вот столько и добавлю сюда вот столько воды. Ой, не знаю, девочки, что получится, конечно. Так, явно нужно еще воды. Добавляю еще воды. Мне кажется, что вот столько должно быть достаточно. Ну или нет. Смотрите, какой снежок. Хрустящий. Прикольный. Сейчас попробуем. Надеюсь, что получится. Мне кажется, что вот именно сейчас у нас должно получиться. Так, ну пока что похоже на что-то странное. Сейчас я, короче, буду миксить и покажу вам результат. Получится у меня только вот и сноу-вандера и сильно разведенного. Или же нет. Вот весь снег, который я развела, вот такой вот получилось у нас. Смотрите. Это не айси. Это какая-то фигня, приятно говоря. Что-то не очень. Поэтому мне, наверное, больше всего понравился вариант, именно от которого мы делали предпоследний. Сейчас покажу. Это вот прям то, что больше всего приближено к оригиналу. Поэтому вот это вот недоразумение мы убираем. Возможно, я еще как-то доработаю. Сама с собой буду там что-то решать. Но, конечно, это не итоговый результат. Но, честно говоря, могу сказать, что эта текстура оставляет снег на руках. Но подумайте сами, любой клауд-слайм, невозможно сделать слайм, и чтобы он не оставлял снег на руках. Это же бред. Реально, посадите сами. Я вот, например, ни один клауд не трогала, который бы снег на руках не оставлял. Мне как бы очень понравилась вот эта текстура. Но она достаточно мокрая, и оставляет снег на руках. Вообще-то текстура на любителя, но она очень приятная. Вообще такая прям мигуська. Ее хоть и жмякать, и жмякать. И мне кажется, что даже то, что она оставляет снег, это не помеха. Напиши в комментах, понравилась ли тебе такая текстура, и хотел бы ты ее пожмякать. Хочу в будущем заказать как-нибудь слайм у слайма обсидиана, именно текстуры вот этих вот непонятных, ICJM, Jerry, вот это все остальное, и сравнить, попытаться как-то повторить, потому что это все-таки идеал, мне кажется. Ну что ж, я очень надеюсь, что вам понравился такой эксперимент. Для меня он, честно говоря, был очень полезным, потому что я и сама научилась делать вот такие слаймы, ну, как более-менее хотя бы поняла, как их делать, да и вы вроде бы тоже, наверное, разобрались. Попытайтесь повторить у себя дома такие же слаймики, и присылайте мне ваши результаты в инсте. Ну что ж, на этом данное видео подходит к концу, и я очень надеюсь, что оно вам понравилось, если это так, то не забудьте вас снить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан. Не забывай, что есть в других соцсетях лайки и инстаграм, я там очень активно, и ссылочки на них всегда есть в описании. Я вас всех целую, обожаю, обнимаю, знайте, что вы просто самые крутые подписчики в этом мире, особенно те, кто смотрит мои видео до конца. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok